В эфире информационная программа День города. Здравствуйте! В студии Алена Куколева. Вот некоторые темы этого выпуска. Стартовала акция «Георгиевская ленточка». Суд приговорил рязанцы к 18 годам колонии за убийство наркополицейского. И вчера рязанцы отпраздновали День местного самоуправления. Сегодня стартовала ставшая же традиционная акция «Георгиевская ленточка». Волонтеры будут раздавать символ победы на улицах, площадях, торговых центрах и парках. В акции примут участие все регионы России и десятки стран по всему миру. Ленточки чаще всего прикалывают на грудь. Но в последние годы в преддверии 9 мая привязывают к зеркалам автомобилей, к сумкам и даже к детским коляскам. Открытие акции «Георгиевская ленточка» прошло на Скорбящинском мемориальном комплексе. Сотни рязанцев во главе с ветеранами Великой Отечественной войны, региональными руководителями и волонтерами пришли к огню победы, чтобы почтить память героев, павших за родину и возложить цветы. «Эта ленточка – символ мужества, символ патриотизма, символ победы. И мы ее должны беречь, даже как мы ценим наш день победы. Дорогие ребята, мне пришлось 17-летним мальчишкам идти на фронт, защищать нашу родину. Мы воевали не ради славы, а ради жизни на земле. Наша победа – это вы, наши внуки». Открытие акции дало старт мероприятиям, посвященным Дню Победы. С этого момента по всей стране начнутся традиционные памятные акции, встречи, фронтовые поляны и другие праздничные события. В эти дни «Георгиевская ленточка» будет символом нашего единения, будет символом вечной памяти о павших героях в годы Великой Отечественной войны. В дни проведения акции «Георгиевская ленточка» миллионы людей в Российской Федерации и еще более чем 70 стран мира прикрепляют полосатую ленточку – символ военной славы к одежде, демонстрируя свое уважение к воинам, сражавшимся за Отечество, всенародную гордость за Великую Победу. Волонтеры Победы организовывают пункты распространения георгиевских ленточек в городах России, а также памятки о ее правильном использовании. Акцию «Георгиевская ленточка» проводят с 2005 года, и с каждым разом она приобретает все больший масштаб. Проблемы поддержки реального сектора экономики в условиях дефицита инвестиций сегодня обсудили в правительстве Рязанской области представители Координационного совета Российского союза промышленников и предпринимателей Центрального федерального округа, представители Рязанского бизнес-сообщества, а также гости из Владимирской, Ивановской, Калужской, Липецкой, Тульской и Воронежской областей. Среди вопросов, затронутых на совещании, оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего бизнеса. Конкретные меры властных структур, направленные на поддержание предпринимателей, новые возможности для развития предприятий. Выбрали мы это место не случайно. Во-первых, история города всегда была связана с промышленностью, с предпринимателями. Обсуждали мы достаточно важную тему поддержки инвестиций в таких достаточно непростых экономических условиях. Рязанский регион среди других субъектов Центрального федерального округа выделяется положительной динамикой в развитии взаимоотношений, муниципальной власти и бизнес-сообщества. Деятельность правительства Рязанской области по созданию условий для инвесторов носит систематический характер и осуществляется в трех основных направлениях – в создании законодательной базы, развитии государственного частного партнерства, постоянное взаимодействие с ведомствами и министерствами. Во-первых, я хочу сказать, что союз промышленников-предпринимателей – это действительно та структура, которая реально может повлиять на действия. И мы с нашим региональным отделением и с центральным отделением поддерживаем контакт, и где люди могут обсуждать свои проблемы и спокойно в неформальной обстановке высказать их. Сергей Самохин подчеркнул, что малый и средний бизнес – ключевой источник создания рабочих мест в регионе. В минувшем году на поддержку этого сектора было выделено более 167 миллионов рублей. Был создан региональный интегрированный центр с целью оказания консультационной помощи предпринимателям. Реформировано налоговое законодательство, что создало наиболее благоприятные условия для развития бизнес-сообщества. Вчера рязанцы отпраздновали День местного самоуправления. В России отмечают его не так давно. Он учрежден 4 года назад. Но история праздника берет свое начало 21 апреля 1785 года, когда императрица Екатерина II утвердила жалованную грамоту городам. Документ послужил началом развития российского законодательства о местном управлении. Поздравляли представители местного самоуправления в четверг в администрации города. Это День тех людей, которые организовывают правильный процесс на местном уровне. Конечно, для нас это большой профессиональный праздник. Это, наверное, та самая власть, которая находится на местной вытянутой руке, на которую жители могут дойти в любой момент. Каждый день мы с нами в контакте находимся. Этот молодой праздник не обошелся без наград. В городской администрации отметили 30 человек сотрудников префектур, сферы ЖКХ, образования и молодежной политики. Тех, кому рязанцы ежедневно приходят за помощью. Участники встречи отметили, что в последние годы их работа сильно изменилась. Идет курс на более открытое общение с населением. Это делает работу муниципалитетов более трудной, но и более эффективной. По традиции, рязанские активисты ТОС свой профессиональный праздник, День местного самоуправления, отмечают субботниками в парках и скверах. В частности, 21 апреля они благоустроили сквер имени Скобелева. Подробнее Роман Дворецков. Кроме уборки прошлогодней листвы и уборки сквера от мусора, также были высажены 20 каштанов. Несмотря на неблагоприятную погоду, к посадке новой аллеи присоединились местные жители. От мала до велика. Место для субботника было выбрано не случайно. Район этот традиционно славится тем, что здесь благоустройство проходит в достаточно динамичном режиме. Мы, во-первых, анонсировали 2 апреля на празднике 70-летия Октябрьского района о том, что будут проводиться такие мероприятия в большом количестве. Проводятся они совместно с ТОСами, территориальными общественными самоуправлениями. Здесь у нас присутствует несколько председателей. Здесь и Галенщина, здесь и Никуличи, здесь у нас и Карцева. Сажать деревья в день местного самоуправления стало уже доброй традицией. Поэтому в следующем году, по словам организаторов, аллея будет продолжена. Это делается прежде всего для людей, жителей местных, которые здесь проживают не только по ТОСам, а вообще в общем итоге в Рязани. То есть у нас вот эти мероприятия должны проходить почаще. В то же время мы содействуем не только одного района, Октябрьский район. У нас здесь и Железнодорожный район, и Советский район, и Октябрьский. В настоящее время в Рязани существует 48 комитетов ТОС. Еще два находятся в стадии регистрации. Профилактика инфекционных болезней и формирование ответственного отношения к своему здоровью. Такие вопросы обсудили сегодня на пресс-конференции управления Роспотребнадзора в преддверии ежегодной европейской недели иммунизации. Подробнее Анна Герцовская. Пресс-конференция, прошедшая в Роспотребнадзоре Рязанской области, объединила в себе многие ведомства. Со стороны Министерства здравоохранения выступили и доктора практики, озвучившие новые виды прививок и те ситуации, при которых отказ от вакцинации приводил к смертельным случаям. Перенесенные инфекции грозят тяжелыми осланижнениями. Так, полиэмилит грозит стойким пожизненным пролечом, корь, слепотой, энцефалитом, дифтерией, пролечом и миокардитом, эпидемический паротит, бесплодием и сахарным диабетом, гепатит B, циррозом и раком печени, краснуха во время беременности, врожденным органическим поражением плода. Если говорить о тех людях, которые все же выбирают для себя жизнь с применением вакцин, то можно отметить, что таких большинство. Благодаря этому значительно снизилось количество тяжелейших инфекционных заболеваний. Некоторые смертельные болезни исчезли вовсе. За последние 16 лет в Рязанской области заболеваемость с вирусным гепатитом снизилась в 10 раз, коклюшем в 6 раз, заболеваемость дифтерии снизилась в 35 раз и уже не регистрируется в течение 10 лет. Заболеваемость эпидпротитом снижена в 4-5 тысяч раз, краснухой в 330 раз. Эти инфекции также не регистрировались в течение двух последних лет. Заболевания полиумелитов не регистрировались с 1967 года. Однако достигнутые результаты, к сожалению, могут быть обратимы. Для сохранения здоровья граждан требуется продолжать вакцинацию. Так что целью предстоящей недели является пропаганда иммунизации, для того, чтобы большинство граждан поняли необходимость и важность вакцинации. Для детей и взрослых будут открыты двери всех медицинских учреждений, где граждане смогут бесплатно сделать необходимые прививки. Людям будет уделено особое внимание. Рязанец получил 18 лет колонии за убийство наркополицейского. В Рязанском областном суде огласили приговор в четверг 21 апреля. Трагедия произошла два года назад во время задержания мужчины, которого подозревали в распространении наркотиков. Это преступление произошло еще 6 марта 2014 года. В тот день автомобиль обвиняемого остановили сотрудники УФСКН. Мужчина оказал сопротивление и попытался скрыться. Он сбил с ног оперативника, а затем наехал на него. От полученных травм сотрудник наркоконтроля скончался на месте. Подсудимый свою вину не признал. В качестве наказания суд назначил ему 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима и год домашнего ареста. В рамках акции «Вместе против наркотиков» сотрудники регионального управления МВД выявили и пресекли в городе Рязани незаконный сбыт растительной смеси на свай. У злоумышленника, организовавшего у себя дома незаконную торговлю вредным для здоровья препаратом, полицейские изъяли почти 13 килограммов на свае. Жители Рязани сообщили в полицию, что в одном из частных домов в коммунистическом переулке ведется торговля подозрительным веществом предположительно растительного происхождения. Во время проверки этой информации полицейские выяснили, что хозяин дома, 55-летний житель Рязани, продает знакомую приятелям на свай вредную для здоровья растительную смесь, вызывающую никотиновую зависимость. Также, по мнению специалистов, на свай негативно влияет на состояние ротовой полости и может спровоцировать онкологические заболевания. В ходе досмотра жилища злоумышленника сотрудники полиции обнаружили большой пакет с гранулами грязно-зеленого цвета. Экспертиза установила, что в доме хранилось 12 килограммов 800 граммов на свае. В отношении злоумышленника проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Возобновлен сбор подписей за возрождение конного спорта на базе Всероссийского научно-исследовательского института коневодства, который расположен в селе Дивово Рыбновского района. Петиция, адресованная Владимиру Путину, появилась на платформе Change.org осенью 2015 года. В ней говорится о прекращении занятий конным спортом для детей и взрослых спортсменов-конников из-за недальновидной, а скорее даже вредительской политики руководства института. Авторы петиции требуют обратить внимание на состояние спортивных объектов конезавода, дать возможность детям и молодым людям заниматься спортом. На данный момент петиция уже набрала более 70 тысяч голосов. Но в первую очередь мы бы хотели добиться, чтобы нам разрешили заниматься, нам, нашим детям, потому что в настоящее время наши лошади теряют кондиции свои спортивные. Проблему качества рязанских дорог обсудили на дискуссионной площадке в приемной партии «Единая Россия». Здесь присутствовали эксперты и представители общественности, которые отметили, что качество дорог с каждым годом, к сожалению, становится все хуже. Подробнее мой коллега Роман Ворецков. В Рязани находится одна из самых больших дорожных сетей. По мнению представителей общественности, средства на ремонт дорожного полотна выделяются неравномерно. За последние несколько лет увеличилось число жалоб от автомобилистов на состояние дорог в городе. За последние годы два, наверное, количество обращений, связанных с возмещением ущерба, возникших в результате ДТП из-за количества дорожного покрытия, очень сильно возросло. Возросло не только количество этих ДТП, но и размер того самого ущерба. «У нас такое состоявшееся мнение, что тех средств, которые выделяются, недостаточно, поскольку это порядка 10% от всего фонда. Весь фонд у нас 3,5 миллиарда, а нам где-то 3,49 миллионов в этом году. Но будут добавлять. Такие переговоры мы сейчас и с руководством региона ведем». Однако, несмотря на все проблемы, существуют и положительные стороны. Владислав Фролов отметил, что впредь отбор подрядчиков на работы по ремонту дорог будет проходить еще строже и будет проводиться в несколько этапов. «Первый этап будет определять состоятельность подрядчиков. Для данного вида работы, для конкретного вида работы, будет проверяться наличие у него специальной техники, квалифицированной рабочей силой. И только потом уже будут выходить на, собственно говоря, на заказ». Бытует мнение, что какая бы плохая погода ни стояла, ближе к Пасхе она обязательно улучшается. В этом году синоптики солидарны с народными приметами. Так, в Рязани и области свергнув воскресенье. Медленно, но верно, погода начнет перестраиваться на тепло. Весна, похоже, решила притормозить. И уже избаловав нас теплом и солнышком, переключилась в пасмурный и дождливый режим. Мало того, сегодняшней ночью синоптики прогнозируют мокрый снег. «Сегодня, во второй половине дня и ночью 23 апреля, территория нашей области окажется под влиянием атмосферных вратов Атлантического циклона. Поэтому пройдут осадки, преимущественно в виде дождя». Уже в воскресенье ситуация начнет исправляться. Благодаря антициклону дожди прекратятся. Если ночью ожидается всего лишь 0,5, днем вполне весенние – плюс 12,17. А уже в начале следующей недели погода вновь станет сухой и теплой. Южные ветра принесут в наш регион черноморское тепло. Ночью столбики термометров поднимутся до плюс 50. А днем ожидается уже 15-20 градусов тепла. Учимся снимать кино. Такой мастер-класс провел для рязанцев профессиональный сценарист и кинооператор Павел Морозов. В рамках просветительского проекта и творческого конкурса «Океан Солярис. Острова памяти», который стартовал в Рязани 4 апреля, первый мастер-класс посвятили киноискусству. Павел Морозов окончил в Москве высшие курсы сценаристов и режиссеров. Сегодня он снимает короткометражки комедийного жанра, которые близки детям так же, как и знаменитый Яралаш. А еще руководит в Рязани детской киномастерской. Я гораздо скромнее отношусь к образованию, которое у меня есть. То есть я больше себя отношу к кинолюбителям, но к кинолюбителям с большой буквы «К» и со всеми большими буквами. То есть я люблю кино. И именно с этой позиции я занимаюсь детским кино прежде всего. На мастер-классе режиссер рассказал гостям, с чего надо начинать при написании киносценария, а также показал работы, которые сделала его студия за несколько месяцев своего существования. На этом у меня все. Далее смотрите программу подробностей и прогноз погоды. Мы прощаемся с вами до завтра и хорошего продолжения вечера. Субтитры создавал DimaTorzok